Прямо в эфире программа Доброй Райницы Беларуси. Знаете ли вы, большинство людей не любят резких изменений в своей жизни и расценивают кризис как тупик. Так вот, как кризис повернуть во благо, нам расскажет психолог Юлия Коляга. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала давайте разберемся, что мы можем считать кризисом или что в психологии называют кризисом. Вообще кризисом часто мы называем ситуацию, в которой изменились обстоятельства, привычные для нас обстоятельства. И мы пытаемся найти способы выхода из этих обстоятельств сложившихся, но это для нас очень некомфортно. Мы чувствуем, что что-то с нами не так, либо что-то не так с ситуацией. Это вызывает очень много различных эмоций, чаще негативных. Но есть какая-то группа людей, которые больше подвержены к таким ситуациям, либо просто жизнь нам порой подбрасывает вот такие вот вещи, ситуации и тот самый кризис. Держи вот ты сегодня кризис. И человек как-то пытается из этого выкарабкиваться. То есть, например, подростки, либо люди более серьезного возраста подвержены кризису. Кризисом подвержены абсолютно все. Все? Да. Без кризисов не бывает жизни. Это вообще неотъемлемая часть нашей жизни. Ах да, вспоминаю, прошу прощения, кризис трехлетнего возраста. Есть такое понятие психологии? Я вас даже, наверное, удивлю, так как мы с вами разговариваем, вы тоже проходили самый первый кризис. Это кризис новорожденности. О боже. И это наш первый опыт, который мы получаем в прохождении кризисов. А дальше они постоянно в нашей жизни. Есть кризисы возрастные, как вы уже стали говорить. Есть кризисы, которые связаны с нашим социальным окружением, с работой, с межличностными отношениями. И если приходит кризис, это очень, в общем-то, хорошо. Потому что это показатель того, что мы развиваемся. Настало время перейти на другую ступенечку, стать взрослее. То есть, вот один момент, который уже стоит для себя отметить. Кризис – это неплохо. Кризис – это хорошо. И что с этим нужно делать? Ну, конечно, если мы приходим в кризис, для нас это дискомфортно, потому что мы привыкаем к тому, что всю жизнь стремимся найти какое-то равновесное положение, найти какой-то для себя комфорт. Мы не очень хотим менять какие-то устоявшиеся привычки, ведь мы для этого приложили очень много усилий. И когда приходит кризис, все, ситуация изменилась. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Что-то делать. Это для нас абсолютно некомфортное состояние. Мы только с самим собой договорились, договорились со всеми вокруг. Маленькие дети преподносят тоже очень много кризисов для взрослых. И, соответственно, нужно сесть и пересмотреть свое отношение к ситуации. Ну, во-первых, хорошо верить в себя, в свои возможности. Потому что кризисы мы знаем, как я уже сказала, от самого рождения. И знаем, как с ними справляться. И каждый человек знает рецепт, он знает этот ответ. Но чаще всего мы боимся взять на себя ответственность и принять какое-то решение. Мы стараемся у кого-то послушать, у кого-то спросить совет. Очень часто люди начинают просто посыпать голову пеплом и говорить, а за что мне это такое досталось, а за что все несчастья на мою голову? И это изначально неправильный подход к кризису и к его решению. Потому что правильнее всего сказать, для чего мне это нужно. И найти в этом ресурсы определенные. Это вызов для нашего развития. То есть, например, человек, который лежит на диване, почувствовал, к нему пришел кризис. Он говорит, так, ну, пора вставать, пора бороться с кризисом. То есть, кризис, это как некий, ну, можно расценивать, как стимулятор для движения вперед, достижения каких-то целей, изменений, там, каких-то жизненных путей. И в то же время человек становится, с приходом каждого нового кризиса, а они периодически к нам приходят в гости стучаться в нашу дверь, становится человек сильнее. Да, но вот формулировка, которую вы сказали, бороться с кризисом, это изначально неправильно. Неправильно. Потому что как только мы начинаем чем-то бороться... Да, вы абсолютно правы. Кризис нужно полюбить, запомните эти слова, друзья. Потому что мы начинаем бороться, мы вызываем очень много своей негативной энергии на устранение чего-то, непринятие чего-то. А когда мы поворачиваемся к этому кризису, и начинаем воспринимать его как определенное благо для нас, потому что это возможность опять выйти за рамки той ситуации, в которой мы находимся. Найти новые способы, развить какое-то свое творческое мышление, изменить отношения. Вот это здорово. Вот, друзья, прямо сейчас наш психолог Юлия Коляга позволил нам взглянуть в глаза кризису несколько с другим посылом, что ли добрее, с улыбкой. Полюбите кризис, и он от вас уйдет далеко и надолго.